В медицине меня называют ИЗЧ, идеально зачатый человек. С начала апреля начинается репетиционный период, это нашел спектакль «Небо Арно». Мы ставим его на один уровень с Андреаном Челентано, Майклом Джексоном, и поэтому краткая история Земли. Сколько в мире написано песен про город Ереван. Я вообще считаю, что эмоции – это самый главный показатель того иного произведения. Эре-буд, Ереван. И надо стараться не быть хуже наших детей. Вот это как раз правило планеты ААС-219, про которое мы недавно говорили, когда мне люди спрашивали, где я был все это время. Развивался эксклюзивно. Глубово утро. Правильное шоу правильного человека. Краснотиванные беседы. 11 часов 3 минуты. Доброе утро всем. Доброе утро. И на нашем красном диване обещанный гость. Замечательный, классный, зажигательный, потрясающий советский и российский певец, шоумен, актер. В общем, самый-самый известный, самый легкий, мне кажется, на подъем человек с потрясающими эмоциями. В общем, человек-зажигалка Сергей Крылов. Сергей Львович Крылов. Спасибо большое за такое представление. Доброе утро. Да, роскошно им сказал. Вообще, живу в окружении дней рождения своих друзей. Вчера 55 лет исполнил с Вовью Пресняковым. Завтра день рождения одного из лучших моих друзей, нашей русской ракеты, Павла Владимировича Бурея. А поздно завтра, 1 апреля, день рождения меня как артиста. 1 апреля 87-го года я впервые выступал в парке Горького при собрании 20 тысяч людей в самый расцвет хэви-металла. В общем, то, что я остался после концерта, в принципе, жившим, невредим, это было нормально. Действительно, каким образом? Значит, все-таки заколдовали публику. Это когда есть такая пьеса, называется «Гадкий», ой, «Дикий», по мотивам гадкого утенка. И там с ним разговаривает Медведь, говорит, слушай. Вот я вижу, заяц, я спокоен. Я вижу волк, здесь что-то неспокойствие. А я вижу тебя, я не знаю, что про тебя думать. Вот так и здесь приблизительно я выступил. Они не поняли, в чем дело, в общем-то. И поэтому 1 апреля вот был мой дебют, а 14 апреля я уже начал работать, как это ни странно, солистом танцевальной группы под управлением Бивиан Карвалан. Бивиан Карвалан – это дочка известного чилийского деятеля политического. Тот того самого Луиса Карвалана? Да, Луиса Карвалана. Она приехала в Москву в те годы, когда там были сложности какие-то. И создала свой танцевальный коллектив. Но это было смешно. Танцевальный коллектив и солист Сергей Крылов. То есть, и поэтому я привык там. И второй коллектив у меня был тоже танцевальный. Это как раз Тодос, Алла Духовая. Очень много мы ездили по гастролям. Поэтому, когда мне говорят, что Сергей, вы там хорошо танцуете, я не хорошо танцую, я просто двигаюсь. Когда музыка хорошо играет, тогда очень удобно двигаться, дополняя себя, просто как какую-то аранжировочку. Ведь Майкл Джексон, с которым, кстати говоря, тоже повстречался в 93-м году, так случайно вышел. У меня была тогда на первом канале программа. Она называлась «Ночной канал сновидения». Это была первая программа, которая выходила ночью. Я был ее ведущим. И к нам обратилось руководство Тура, чтобы мы поддержали их. И три дня, как Алла пела все время, три счастливых дня были у меня. Три дня мы путешествовали с Майклом по Москве. Он в одной машине, я в другой машине с оператором. И все кадры, которые люди видели после 93-го года, это кадры, принадлежащие нам. Вот мы снимали. Я видел, как он чувствует себя в детском доме, например. Это красавчик. Он просто «Мать Тереза» называется. Он так относился к детям, он так их держал. Он красавчик. И я понял, что ничего необычного в нем нет. У меня есть друзья, тот же самый Володя Пресняков. И он обыкновенный парень. И все остальное. Просто мы не знали, что реклама в то время имеет такой пиар. Имеет такое значение. Какие-то обезьяны, какие-то барокамеры. Он просто обыкновенный парень был, про которого придумали и то, и другое. И когда он говорит «Хай». И я просто понял, так, минуточка, минуточка. А что мне мешает сделать то же самое? Я собрал в 94-м году своих друзей. Кого? Сосопова Леашвили, Андрея Держаевна, группа «Астудио», Саша Добронравова, Максима Падеева, Юрию Началова, Бушу Гомону, Ларису Дорину. И мы поехали в тур по стране под названием «Ангел 421». Почему такое название? В медицине меня называют ИЗЧ. В смысле? Идеально зачатый человек. Как это? Ну, это зачатым быть так, как принято на этой территории. Как у нас принято? Я жил в городе Туле. Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье и так дальше. Моя мама, конечно, ждала папу из армии. В 60-м году он вернулся. Они переписывали, бла-бла-бла. Была даже интересная история, что однажды, пока папа был во флоте, он в Кронштадте служил, я думаю, что он был один из первых людей, которые слушали Элл Спресли по этому, по наушникам, по этим, вот это 58-60-й год. Вот. К дедушке, к нему Илье, пришел свататься, некто Анатолий. Он говорит, Толь, принес бутылку водки, дедушка выпивал. Они выпили, говорит, так, а он пришел, два парня с ним, у него такие, у этих парней такие ленты, сватовские. Говорит, Толя, а что ты пришел? Говорит, я вот хочу жениться. Говорит, о, приглашай на свадьбу. Говорит, да нет, дядя Илюша, я хочу на Валину, на вашу жениться. На моей маме. Он говорит, Толик, ну как же тебе не стыдно, ты же Левку в армию провожал, а? Ну что? Говорит, ну я люблю ее. Говорит, ты знаешь, я Фурцеву люблю. Только она меня не любит. Здесь такой важный момент. Вот, и фактически из города Тулы, решив такой свой ангельский отряд создать, я поехал по городам России. 33 города было. Кстати говоря, первый концерт у меня планировался здесь, на Роздание. Но тогда не было того количества электричества, которое могло бы обеспечить нам концерт. Я не говорю, Сергей Джан, извини, я давал концерт в своей родной Туле, 1 июня 1994 года. Так вот, про Ангела 421. Мама мне сказала, что самым главным днем по энергетическому воздействию на нее был, безусловно, день 12 апреля, день космонавтики. Вот, она удивилась. Она подумала сначала, что как что-то от советского. И она подумала, что Лева на работе, я что, беременна, с животом с этим. Вот сейчас не она не оплачет, сейчас она оплачет. Потому что она вот такой ощутила стресс. Называется амплитуда колебаний спектрального диапазона восприятия действительности. То есть ты потерял кошелек. И через 15 минут нашел. Но все же вирусы на тебя налетели, пока ты нервничал, да, и так дальше. Так вот, вернусь к из-за чей. Идеально зачатый человек. Как это? Так получилось, что первую братья ночью у мамы все было готово для зачатия ребенка. И вот первый контакт моих родителей завершился мной. Потому что маму утречко мы везли в больницу. Она принесла этот момент. Она прислала после Нового года, запятая, уже беременная мной. Поэтому я знаю, в отличие от большинства людей, которые знают день своего рождения, как их зовут, я знаю еще тогда, когда я был зачатый. Я знаю, что в животе у мамы было 291 сутки. Это очень полезные какие-то такие знания, потому что есть какая-то девушка, выбирает себе жениха, да, она спросит, как зовут Дима, а тебя Сережа, а тебя Игорь, а родились когда-то, да-да-да-да-да. А зачатый были когда? А ей можно интересно все узнать о человеке как можно больше. Но, кстати, китайцы уже считают день рождения как раз в момент зачатия. Японцы тоже. Японцы тоже, да. Поэтому вот эти вот знания, они, конечно, дают, так нужно всем поступать. Нужно обязательно понимать, что первая брачная ночь, это первая брачная ночь. Это не надо ее репетировать до этого, там, два года. Да. Вот особенно, я это замечаю, кстати говоря, в Армении, потому что, вот скажем, мы своему сыну, его, кстати, говорю, зовут Ян, и я, живя в Сочи, последние восемь лет после Олимпиады, находясь в армянских компаниях, первый тост, говорю, ребята, огромная благодарность вам за то, что в окончании вашей фамилии чаще всего стоит имя моего сына. Ян, да, Ян, за детей! И погнали. Вот, поэтому и знаний очень много. Например, три основных положения. Первое. Моя религия. Воздух. Потом, когда два-три года, когда бабушка ведет тебя в церковь, Сережа, смотри, вот это Николай Угодник. Я понимаю, что я православный. А до этого времени что я делаю? Я просто дышу. Единственный подарок Бога – это дыхание, да? Поэтому я пишу, моя религия – воздух. Далее. Дыхание как данность, неизвестность как подарок, а все остальное – шум. Мы сейчас что с вами делаем? Мы сейчас с вами в маленьком отсеке шарообразного НЛО, под названием «Земля», диаметр которого 12756 километров, да? Летим в пространство и составит даже не солнечная система, а солнечная эскадрилья. Такие несколько НЛО. Муяки. Не можем от Солнца никак как бы отстать. Да, мы за ним постоянно. И скорость полета – 260 километров в секунду. И скорость вращения – 30 км сек. У меня есть один мальчик, есть Нарек его зовут. Вот он мечтает служить как бы мировой космонавтике. Сотрудничать с НАСА. И вот очень интересно, что 12-летний пацан знает ту же самую информацию, которую знаю я. Она полезна для того, чтобы понимать, где ты находишься. Ну, например, нам с детства дают тетради в клеточку. Это же обман. Есть три геометрические фигуры. Круг, треугольник, рано-бедренный и квадрат. И у нас на нашем теле только одна. Какая? Круг. Вот. Глазки. И что? Глядя в глазах друг друга, я говорю, Маш, а скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, какой я для тебя важнее? Который здесь сидит на красном диванчике? Или который в твоих глазах отражается? Ну, конечно, тот. 2-1. Это победа. Ты мне показываешь меня, говорю, Сережа, забитая, будь, пожалуйста, не хуже того, что я тебе думаю. Это правило для каждого человека. Мы, выходя из своего подъезда или из своего дома, видим людей. И мы мечтаем о том, чтобы никто из них не был за рамками нашего общепринятого представления о нормальном поведении человека. Вот я думаю, что вот эти вещи как раз и сопутствуют людям, значит, таким образом. Поэтому я всем желаю, вот сейчас девочки, мальчики, которые намереваются соединить свои судьбы, они должны поберечь себя. Надо пережить счастье первой брасти ночи. Не умереть во времени, а пережить его и почувствовать себя счастливым человеком особенным. Я так говорю, потому что меня связывают с моей супругой 41 год совместной жизни. И она мне моменты легких 40 говорит, Сережа, я мне, причем, 41 год, тебе верно. Вот такая штука. Вот такое маленькое вступление себе. Да, но вступление я даже не знал, что Сергей Львович вот с таким философским подтекстом подходит ко всему. Это здорово. У всех, наверное, есть знакомые под именем Давид. Да, ну кто-то. Мой Давид, это Давид Цыгаян. Он работал в свое время директором сочинского викфинария. Давид, поехали со мной в Магрид. Я обещаю райский вид В каком-нибудь из местных ресторанов. Давид, посмотришь, как Париж горит, Теряя вдрызг, приличный вид До той поры, пока не станет рано. Давид, смотри, как вертолет летит, В нем Саша Белкин наш сидит И зазывает в небо нас Эх, бары, Давид, Живи по-честному, Давид. Пускай тебя судьба хранит А Бог все даст Подними глаза на выси звездам В небе улыбнись и вспомни Лишь на них, что ты артист А космос, кинозал, полный зал Здесь и Чаплин, и Дали, и внеземные корабли И все кого-то знал или не знал Ты что ли Оскар взял Или друг твой Давид Денис из Лондона звонит Он где-то там на Беккер-стрит Про нас с тобой говорит По-русски Давид Смотри, как вертолет летит В нем Саша Белкин наш сидит И изучает белорусский Саша Давид Смотри, как мой ее блестит Он этим миражом манит А Амстердам почти не спит Эврибарин Давид Живи по-честному, Давид Пускай тебя судьба хранит Давид Подними глаза на выси Звездам в небе улыбнись И вспомни, что ты артист А космос, кинозал Полный зал Здесь и чарли, и дави И визитные корабли И все кого-то знал или не знал Ты точно Оскар взял Или друг твой Давид 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 Класс Класс Скажите, пожалуйста, вы уже сказали, что не первый раз в Армении Что на этот раз вас привело в этот древний наш город? Да, город прекрасный 2704 года Это то отличие, которое сразу заметно Во-первых, вы, может быть, привыкли к армянской речи Но она течет, как река на самом деле Потом, когда в сентябре Я 30 лет, кстати, не был в Армении Был когда-то здесь с футбольной командой звезд российской эстрады Старко Мы играли с Шармом И поэтому сейчас я узнал, что, оказывается, за это время Кто-то, как Карен, стал директором СК Кадемерчана Кто-то, как Гаик, работает на 21-м канале Кто-то, Рубен Ну, в общем, все ребята каким-то образом состоялись Именно в культуре Не ушли в нефтегаз Не ушли в строительство Они где-то здесь Это очень приятно Потому что они и сейчас являются Моими основными помощниками И, как бы, соратниками Партнерами Потому что я что-то говорю Вау, прикольная идея Давай это сделаем Ну, давай И поехали Вот, поэтому В России есть торговый центр РИО Даже торгово-развлекательный центр РИО Которым руководит Самойл Крапетян И его товарищи И вот я учился в Ярославском театральном институте Вот, это лучшая школа актерская нашей страны Потому что первый русский театр был именно в Ярославле И его сделал Федор Григорьевич Болков Первый русский актер И вот я приехал Попал на территорию вот этого торгово-развлекательного центра РИО И подумал, а где есть развлечение-то? В торговле, понимаю, все очень удачно идет А? И предложил им сделать конкурс Который называется «Созвездие таланта на автор» Так? Есть талантливые дети А есть талант на авторы То есть ребенок, запятая Талант которого очевиден То есть это все ясно Он вот такой вот И вокруг меня Ну это давно началась у меня такая Такая моя деятельность Первыми моими талантами на авторы были два человека Максим Фадеев Вот, давно И Юлия Началова Потом прибавился Леша Романова, группа Винтаж Потом Буша Гомон на сегодняшний день Я с ним познакомился, он был 18 лет Цыганский певец Сейчас в театре Градского работает Вот, и является самым многодетным артистом России У него на 45 лет уже 8 детей Он такой красавчик там, красавчик И тут новая волна Новая волна, она пошла от мальчика, которого зовут Арсения Михалченко Есть Баста Бакуленко, а он у нас я тута Я тута, я тут, я здесь I am here as yes Вот такая лесенка Он очень похож на его сына Когда сыну было 10 лет Я в гастролях, я Люба Дай бог ей здоровья Занимался практически его воспитанием Смотрел, контролировал его, как бы, взросление и так дальше И тут мальчик Мимика лица, походка Прям чистый ям Я им, он из Самары И мы начали с ним активно заниматься Начали делать совместные клипы Бла-бла-бла И такой наш дуэт назывался Племянник Ну и называется Мы сейчас тоже работаем И вот после него, потому что эта встреча у нас состоялась в городе Сочи Где мой товарищ Женя Орлов Руководитель республики Китс Такая организация, самая лучшая была в России Делал фестиваль, который назывался Поколение Next Вот обратите внимание, всем рекомендую Посмотрите Поколение Next Это, по-моему, 2019 года Да, да, да Там просто очень крутой уровень Я думаю, что в мире такого уровня Внимания к детскому искусству нет И много артистов приезжали И так дальше Очень хорошие условия И вот я посмотрел, думаю Воу, этим надо помогать людям Они же красавчики все Кто? У нас Тая из Комарохова Там 25 миллионов просмотров У нас Лиза Хенкина из Калуги Красотка вообще У нас Варя Ну, то есть, в Ереван Вы тоже приехали искать таланты, молодые? Да, да, нет Я приехал сюда и узнал Я в Москве общаюсь с фондом памяти Арнора Тюныча Бабаджаняна Да, да Да, есть там такой парень Аркис Да, Армен Саркисянц Вот Я приехал и узнал, что оказывается 11 ноября День памяти Арнора Тюныча А 10 ноября У моей жены день рождения Она говорит Сереж, может быть, отметим День рождения в Ереване Она влюбилась в Ереван Очень, как бы, прямо для нее Это, на мой взгляд, сегодня Самый желаемый город Так вот Я пришел В консерваторию Есть такая Нора Карловна Очень хороший педагог Там активный, как бы, помогающий Московский консерватор Нет, нет, сюда Сюда, сюда Потом прибавились еще школы музыкальные Потом через школы Чихаджана Вот Там у меня знакомая Работает на Ире Привет, если вдруг Случайно слышит Моя тембральная краска Голоса И скажу Так вот И собралось 15 детей И мы Это я в ноябре приехал И две недели Мы набирали детей 13 ноября Оставился первый концерт В малом зале В Баджане На Валяне Вот Я думал, что Я отобрал 15 песен Начиная Песня Первая любви во мне И заканчивая Между мною и тобою Вот такую Такую эрегато поставил И думал, что Я сам буду 7 песен исполнять Одна общая А 7 дети Но я посмотрел Какие некрасавцы И я решил, что Мне обязательно петь Не потому, что Можно их представлять Вот, из-за этого Получился настолько Хороший коллектив Мне очень понравился Марк Айропетян Такой парень Вот Перспективный Похож на Принца внешне Вот, да Мы очень извиняемся Но реклама Вторгается в наше пространство Можно тоже По-философски Отнестись к ней Но все-таки Давайте дадим Ей дорогу Через пару минут продолжим Мы вернемся Доброе утро Доброе Песня называется Илона Это Основные герои Мюзикла Давид и Илона Давид это Старший друг Арно Он Врач по профессии Потому что Он хотел с детства Помогать Богу Он работает в родильном доме Как и у родителей И в свободное время Для друзей играет на гитаре Про такое голубое Неда Клавдия Шурженко Пела в детстве Но при чем здесь Вот этот танец-то Фоменко Молос-Палин Прекрасный город Типа Барселоны Как скажите Оказался я Компании Илона Илона Я хочу тебя Сейчас Спросить Прости Ты кто И как случилось Что мы этим утром Рядом Но Но Антон Но Что вышло там Со мной Вот кто Ко мне Спиной В точке Одной Лежит В моей Рубашке Про такое Голубое Неда Клавдия Шурженко Пела в детстве Но при чем здесь Это талийство Плавленко А Буспалин Прекрасный В город Типа Барселоны Как скажите Оказался я Компании Завели розы Хризантемы Отцвели А вместо них Поспели Вишни Я тебя бы Подругал бы Если б Помогли Угрозы Но Насилие Неуместно Вышло так Ты замуж Вышел И Совсем Неинтересно Стало знать Мне Почему тут Где ты есть Знаю Сердце Место Жив Где минуты Точно помню Как был Сейчас Оттого Что Целовала Ты Меня И обнимала И Ласкала Нежно Илона Я хочу Тебя Сейчас Спросить Прости И Кто И Как Случилось Что Мы Этим Утром Ряля Но Вновь Антон И Снов Что Вышло Там Со Мною Вот Кто Ко Мне Спиной В Точке Одной Лежит Мои Срочки А Пока Звучала Песня Где Тех Ныкал Эл Эспресс Он Совсем Пацан В том Месте Где И Очутились Вы Но Тоже Точно Помню Как Бил Сейчас Оттого Что Целовала Кто Его И Обнимала И Ласкала Пресс 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 Такой Колубой Небо Клавдию Жужа В белом Десте Про Такой 11 часов 22 минуты продолжается магия цифр до 1 1 2 2 вот видите прямо как да и напоминаем что в гостях у нас на красном диване уникальный гость человек который говорит настолько интересно и настолько прямо вот и я настолько много этих самых для себя открываю что не получается в клинице вообще никак то есть все вопросы которые мы написали можно просто так вот взять и просто все разорвать потому что сергей львович сам рассказывает все про себя можно в принципе даже уйти и не не присутствует просто слушать слушать и слушать но хватит рассказывать дело в том что сергей львович пришел не один а с гитарой вот это неспроста я думаю да это как у станиславского если на стене висит свое время будучи студентом театрального института каждый свой день рождения писал что-то какие-то стишки вот очень похоже на реальность теперешнее створение который написал когда мне был 21 год это был 82 году мне надоело быть самим собой уехать бы куда-нибудь и спить вот и сразу стать для тех людей звездой а жить не как звезда а так как я живу сейчас не зазнаваясь и мечтая часто и песни сочиняя любя лишь тех кто может быть достойным любви и не плясать под дудку те кто старше а самому играть на дудочке это называть а здесь сложно научиться ну просто на гитаре подыгрывать себе и в ритм как сердце бьется танцевать забыв про то что ты когда-то ругался с кем-то залился на кого-то для многих был обычным пареньком я вот думаю что настало место для нашего гитарного ревью небольшого да да вот я поздравляю всех слушающих нас с 89 порядком днем года сегодня то 89 из 365 и моя песня называется краткая история земли я уже говорил свои эксклюзивные знания да а шарообразность полете и вот те кто сюда попал это мы все каким-то образом однажды взяли коснулись клейкостью своей своего сперматозоида яйцеклетки наших мам меня удивило что яйцеклетка женщина похожа на песчинку представляете какой размер как мы попадаем мы все герои поэтому краткая история земли давайте в нем но Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День прочитал и сказал DimaTorzok День прочитал 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 DimaTorzok Разговор на это, ну, смотрите, сегодня премьера, мы потом можем говорить, потому что я думаю, что песня будет, ну, как говорит Мурёш, зайдёт. Зайдёт, это не вульгарное слово, и зайдёт, это надо войти в каждый дом, вот правда. У меня поэт знакомый мой, его уже не стало, Герман Виткин, ну, красавчик, который фактически сделал поэтическую сторону Лёни Агутиной или Маши Варум. Вот он написал, ему Батер, Батеркан Шуке, это мой любимый казах. Вот, я очень грущу о них, о всех. Есть такое, ну, сейчас сначала расскажу. Вот он принёс ему мелодию, Батер, и настолько на Гере понравилось, он говорит, Серёга, я первую в жизни затупился, вот просто не знаю, что делать. И он написал первые строчки. «Как бывает трудно подобрать к звукам нот нежность слов». Правда, красиво? Да. «Как бывает трудно подобрать к звукам нот нежность слов». Как бы не обломать. Вот, кстати говоря, может быть, кто-то не знает о том, что в 80-м году Арно Рутюнович, написав «Ностальгию», просто выдерживал атаки Иосиф Давыдовича, говорит, «Арно, давай сделаем песню». «Нет, Арно, это Давид, пока я жив, это будет мелодия». Когда его не стало, Иосиф Давыдович пришёл к Робиту Ивановичу Рождественскому, вот, и он тоже, как говорят, затупился. Думал, ну как, Арно уже нет, как писать, что писать? И вдруг они приставили Арно в роли жениха, а в роли невесты кто? Армения. И поэтому, когда вот это... Между мною и тобою губ небытия, Звёздные поля, тайные поля, Как тебе сейчас живётся, нежная моя, Вешняя моя, странная моя. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, Вспомни обо мне, вспомни обо мне, Хоть однажды, хоть случайно, вспомни обо мне, Долгая любовь моя. Надо говорить, Арно Рутюнович, я был 11 ноября на Тахмахском кладбище, пасмурная погода была, вот. И очень хочется, чтобы в этом году, сорокалетие, отсутствие новых песен маэстро. Сорок лет какого нет. Поэтому мы собираемся, И это причина моего присутствия в Ереване, Ставить такой музыкальный спектакль По типу Бордвейского театра, Который называется «Небо Арно». А кто из местных исполнителей будет с вами? А вот мы сейчас, я для этого... А, то есть вы ещё даст. У меня есть дети, Которые будут участвовать в этом спектакле, Но, надо сказать с самого начала, Что «Небо Арно» — это не продукт, Состоящий из песен Арно Рутюновича. Это продукт, который показывает, А какая музыка Арно Рутюновичу нравилась в 18-летнем возрасте. Потому что действия спектакля в двух местах. Первый 1939 год, когда Рутюновичу 18 лет, И 10 августа 1958 года. Что за день? Это день, когда была всесоюзная премьера Фильма «Песня первой любви». И когда он стал суперстар. И там мы ставим его на один уровень С Адрианом Челентано, Майклом Джексоном, Алленом Делоном, Элсом Пресли. Ну, не знают люди или не знают, Но в 1972 году Арно Рутюнович стал лучшим композитором мира. В Японии был такой конкурс. И приз ему вручал кто? Фрэнк Синатра. И потом уже через год, Опять же, мало кто об этом знает. Вот надо обязательно отмечать в этом году День 18 июня. Это что за день такой? 18 июня? 18 июня 1973 года, Ровно 50 лет назад, Арно Рутюнович стал почетным гражданином Штата Техаса. На всякий случай. Признание его было... Оно просто... Тогда не было этого пиара, рекламы. Человек просто жил, Играл и вызывал у людей, Которые слушают его, слезы. Я вообще считаю, Что вот эмоции, Это самый главный показатель Того иного произведения. Вне зависимости, Это картина Сальвадора Далии, Да? Или это какая-то... Того же фрага Синатра. Я скажу, Мой любимый композитор, Советский, русский, российский, Это Андрей Мисин. Вот рекомендую. Это красавчик. Это просто красавчик. То есть он взрослый уже, По-тихому живет. Очень много людей из... Постойте, Это который на фортепиано играл? Да, да, да. Ну, кстати, Я лично вас первый раз увидел В передаче, по-моему, 50 на 50. Это было самое начало 90-х. Да, да, да. И там же и Мисин был. Да. А я... Да, и вот тогда мы с ним познакомились. А когда я его слышал, Думаю, Так ему туда надо идти, Обязательно, он крутой. Он победил. Я был победителем определенного этапа, А Андрюша был победителем Всего конкурса. И вот, например, Очень большое внимание он уделял Как раз поэзии. С ним работал Сергей Патрушев, Такой поэт. И вот... Пыл на крыльях полотняных Безымянный ангел снаб Над землей в семи туманах Чуть пониже, чем луна. Ну, красиво. Вот представляешь? Да, конечно. Он летел, и был он волен Приземлиться, где хотел. Над свечами колоколен Ангел снаб Всю ночь летел Вдаль, вдоль магнитных линий, Сняв старый лётный шлем, Плыл он На лёгких крыльях, Не замеченный никем. А скажите, пожалуйста, Вы вообще часто Ностальгируете по 90-м? Да нет, я... Это, кстати, вопрос от радиослушателей вообще, Потому что они довольно-таки Стрёмные годы были. Не-не-не, когда я говорил, что... Или сейчас стремнее. Я живу как бы в ощущении тех людей, Которые на меня влияли. Кто, например? Юрий Сергеевич Энзин. Ничего, он на свете лучше. Нет, вечная музыка. Я с детьми, они все песни на юзна, Энзин, точно. Леонид Петрович Дербенёв. Призрачное всё. Ну да, это классика. В этом мире, вот по этой системе, Я живу, есть только миг Между прошлым и будущим. Но какая разница мне, Где Маша была вчера, Даже сегодня утром. Вот Маша сидит. Ну, она вчера всё получилась. Это секретик, да. То есть, и вот этот момент, Мы с вами проживаем его вместе, Дышим одним и тем же кислородом, Понимаете, да? Никогда не ругаемся матом, Особенно присутствует женщина. Это надо понимать. Уровень культуры, он должен быть таким, Каким он и положен. Каким нам удавали наши родители. Бабушки. Вот меня бабушка называла Ангельская Душка. А мама меня называла Деточка. Мне уже там 45 лет, А нам всё Деточка и Деточка, Деточка и Деточка. Где эта нежность, Которая, к которой мы привыкли, Как к данности, да? Вот поэтому, Очень бы хотелось, Чтобы люди возвратились В то идеальное представление О своих жизнях, Которое планировалось. Когда мне мама говорила, Ой, Серёж, Я был в восьмом классе, Ой, у тебя сейчас столько сложностей будет. Думаю, какие сложности? Я сейчас поужина и пойду в хоккей играть. Какие сложности, мам? И вот, и надо стараться Не быть хуже наших детей. Они наши ангелы, да? Они самодостаточные. Их не интересует Никакая Валентина, Никакой Егор. Они просто живут, Занимаются в больных студиях, Рисуют в изобстудиях, Они ходят на спортивные Какие-то свои тренировки и так дальше. Вот эту чистоту, На мой взгляд, И надо в них хранить, Вот чтобы... Я живу среди детей, Мне взрослые вообще не нужны. Мне взрослые только по необходимости встречаются. Когда девочка подходит, Дядя Сережа, А можно вам вопрос задать? И, конечно. А вот как вы считаете, У иголки есть мозг? И ты должен отвечать. Я ответил. Или мой самый близкий мне ученик Это Володя Сладков. Прошу обратить внимание, Все, кто слушает, Прямо сейчас наберите Володю Сладков. Он очень хороший мальчик. Вот. У него миллион семьсот тысяч подписчиков В Ютюбе, да? И когда он ко мне первый раз приехал, Я просто по телевизору его увидел, Связался с мамой И пригласил его на 80-летие Моей мамой. Вот. Это было в городе Энгельс. Кстати говоря, город Энгельс Это родина Альфреда Гарри Тешнитке. Вот. И там похоронен мой папа в этом городе. И самое главное, Это не Придрик Энгельс, Это Карл Маркс. А Энгельс, Это немецкое слово Die Engels. Это ангелы. Вот. И там у нас как раз проводится фестиваль, Который называется Светлые ангелы. Это называется форум, Владежный форум исполнителей. Исполнять можно не только песни, Но и что-то вообще исполнять такое, Что привлекает внимание к честности, Что ты можешь делать эксклюзивно, Что кроме тебя Никто не может больше делать. Вот такая штучка. Вот. И он, Мы с ним три дня провели вместе, И он уезжает вечером, Мама-красотка Вызвел такой бизнес-класс машин, Но там небольшой город, Поэтому до вокзала на бизнес-классе Можно проехать за 180 рублей, Даже меньше. Его стоит как гастролер. У него в Казани гастроли, Все такое. Какой-то пакетик у него, У него любимое животное, Ленивец. И он увидел здесь, В Энгельсе, Ленивца, Такого же, Как у него дома в Керче. И он купил, И говорит, Дядя Сережа, Хочу вам подарить. Спасибо. А можно вопрос задать? Я говорю, да. Я вдруг смотрю, Я впервые не видел, Что он в таком состоянии был. У него подбородок начинает дергаться. А он маленький мальчик такой. Я говорю, Дядя Сережа, Расскажите мне, пожалуйста, А как же теперь без вас жить-то буду? Представляешь, А как же я теперь без вас жить-то буду? Мне куда? Я через три дня, конечно, Поехал в эту Керчь. Я, конечно, там нарядился Дедушкой Морозом. Он меня не узнал. Это был еще один такой кусочек счастья. И все. Он мой лучший товарищ. Потому что он плохому точно не научит. Понимаете? Поэтому каждый человек должен понимать, Что он живет в радиусе своей руки. Я не знаю, что происходит за этим окном. А давайте никогда больше отсюда не выходить. Можем так сделать? Ну, не скучновато будет? Не, не скучно. Не скучно. Здесь гарантия безопасности. А, ну, с вами-то да. И потом, вы знаете, какая штука интересная? Вот я как сказал, что моя религия – воздух. Вторая фраза. Дыхание как данность, неизвестность как подарок. Все остальное. Шум, который нас интересует. И хорошо, что здесь так тихо. Это спасибо изоляции. Вот. И третья хорошая фраза. Наши мамы, рождая нас, отдают полномочия материнству чему-то другому. Почему? Живот мамин – это необходимость. Там рай. Там рай. И вдруг мы выходим сюда. Ага. И что? И мама незаметно передает эстафету мамы нашему дыханию. Поэтому каждый организм – это семья, где мама – это дыхание, папа – это разум, а дети – мысли, слова и поступки. Вот это как раз правило планеты ААС-219, про которое мы недавно говорили, когда мне люди спрашивали, где я был все это время. Развивался эксклюзивно. Я не хочу вообще общаться ни с кем, кто не является для необходимости, или кого я не являюсь необходимостью. Вот такая штука. А все остальное – возможности. Когда мне звонят, скажем, «Сергей, хотим вас пригласить на гастроль». Там люди из Террибуха думают, кого вас, Алексея Глызина и Алену Апину. Это я их всех знаю, этих ребят, и все очень хорошо. Но я не хочу быть одним из. Если необходимо, я приеду с большим удовольствием. Понятно. Звездой раньше был, мне каждый руку жал. При встрече говорил, «Крылов, ты суперстар, я это знал». Но я устал, как я устал, один Господь Бог знал. И я решил себя забыть, чтоб отдохнуть и засветить. Так, чтобы многим ослепить своей новой звездой большой. И я продал свой аппарат. Три года лишь гитарерат. Один Господь Бог знает, что творится. И вновь тот старый зал, где раньше я играл. И каждый проходил, и крепко руку жал. И говорил, «Крылов, ты суперстар, но я теперь тот, и вы теперь детей». Тупой на руку жал. У вас отнырте теперь другой. Ну, а со мной здоровайтесь вы, слегка кивая головой. О-о-о, ведь я для вас теперь никто. Я парень в кожаном пальто, который был когда-то звездой. Мой звездный час для вас угас. Но я-то знаю, что не раз себя вы будете жалеть, Все в телевизор смотреть. О-о-о, а я с экрана не улыбнусь. Я в звездном небе расстроюсь, А вы уставитесь в экран. Но я киваю не по черам. а вот еще опять же от радиослушателей в свое время вы отличались тем что вот хорошей физической формой да вот легкостью на сцене да можно может позавидовать любой скажем так худой человек ваш я думаю знаете что то я думаю что это продукт моего моей альбоматор ярославского театрального института те люди которые чувствуют себя кто-то артистический талант да и они помимо мастерства актера еще занимается сценическим движением но это еще и здоровый образ жизни да я вообще никогда может скажем так я никогда не являюсь инициатором выпивки если кто-то предлагает я не отказываюсь но чтобы егать пойдем куда-то там не 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 и в этом случае больше замечаешь я вот обратил внимание свое время 40 назад дан 40 на творчество не обычное творчество владимир владимирович маяковского она такой побочный есть такое створение я учитал наступительных экзаменов за это хорошее отношение к лошадям да смотрите какое били копыта пели будто гриб-граб гроб-групп ветрами омыты льдом обутал улица скользила лошадь на круг грохнулась и сразу за зевак и зевака штаны пришедшие к узнецким клешить сгрудились смех зазвенел и зазвякал лошадь упала упала лошадь смеялся кузнецкий лишь один я голос свой не вмешивал бой ему подошел и вижу глаза лошадиные улица прокинулась течет по-своему подошел и вижу за каплющик каплюща по морде катится прячется в шерсти и какая-то общая звериная тоска распылалась и растаяла в шерсти лошадь не надо лошадь ну слушайте чего вы думаете вы их плоши деточка все мы немножко лошади каждый из нас по-своему лошадь может быть старая и не нуждалась в няньках может быть и мысли мое казалось пошла только лошадь рванулась встала на ноги ржанула и пошла хвостом помахивала рыжий ребенок пришла веселая стала стоила и все ей казалось что она же ребенок и стоило жить и работать стоил ну что ж логовский красавчик да 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 классикам моряков под занавес помнили классика но может вот это и можно пожелать всем нашего радиослушателям до оставаться на копытах не уныло до твердо стоять на земле и понимать счастье твое заключается не в том что с большой скоростью на открытом каком-то автомобиле едешь по еревану пугая детей тормозами бешеная скорость каждодневная 260 километров в секунду надо ощутить я да я так понимаю что вы к нам еще придете не раз потому что у нас еще очень-очень много тем для разговора мы действительно вопросов накопилось на пару дней в сочи потом нас с начала апреля начинается репетиционный период этот наш спектакль небо арно сейчас как раз я еду в скк карена чтобы посмотреть репетицию бульвара сан-сет с томаркой цитили вот поэтому так что спасибо большое еревану спасибо бабушкам и людям которые подсказывают нам как найти улицу тириан и туманьяна вот и говорят вот это абазур построили это наверно аж поставил дай бог ему здоровья хочет сразу вернуться и плакать просто плакать вообще слезы это наша общая небесная валюта вот так ну что ж прекрасно вам спасибо что посетили нас сегодня с утра пораньше несмотря на ранний час спасибо огромное удачи вам куку а мы сейчас с вами петь пойдем на кухню сегодня да из кака не дойдет позвони пожалуйста моему сыну скажи что я сегодня не приеду да самое главное чтобы 1850 улетел в сочи ну что ж спасибо большое спасибо вам ребят прям как одноклассники супер иметь мне не не сеть реально одноклассники отлично вам счастливого пути приезжайте мы вас действительно я всегда а мне сказали мы с вами живем еще друг от друга недалеко на олега мануке она я так понимаю что но у нас будут частые вот спасибо ребят всем доброго утра который началось уже который перейдет добрый день добрый вечер и спокойной ночи лучше не скажешь доброе утро с вами еще не прощаюсь никогда спасибо мы играем футбол же каркор и нас играет играл но у нас играл во-первых ромазотти паупо рикардо фори но воевесть тем и та-те прэм жить в отеле лога где ликардо фори пел однажды песни молодой принцессы а она смеялась и в него влюблялась и чего я плачу я же не на дачу еду а в сан-рэму где меня ждет тема тема это имя но между своим я скажу по плату утро как расплата за вечерний хайпа не работал вайпа мы сидели пили обо всем забыли горизонт из моря ни о чем не споря коль и лопат а пол пози лоли без рекарды поли без рекарда поли о себе о себе ПЕСНЯ Приходит осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Осень не приносит грусть разлуки, Вновь бежу я песни не от скуки. От того, что осень наступила, Что любовь моя меня забыла. От того, что осень наступила, Что любовь моя меня забыла. Осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Дождик по стеклу бежит ручьями, Письма я пишу тебе стихами. Снова эти письма не отправлю, Я любовь свою себе ставлю. Снова эти письма не отправлю, Я любовь свою тебе ставлю. Листья нежно в воздухе кружатся, Тихо-тихо, под ноги ложатся. Грустно мне, не знаю, что со мною, Пусть я люблю тебя такую. Мама, осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Мама, осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Мама, осень, осень, золотые листопады, Ничего другого мне не надо. Учитывая ваш дружный коллектив, Мы такой сквоченный и внимательный, Конечно, надо вас что-то другое превращать, Но сейчас нас просто меточка на карте называют. Звездой раньше был, мне каждый руку жал, И с речи говорил, Рылот, ты суперстар, я это знал. Но я устал, как я устал, Один Господь Бог знал. И я решил себя забыть, Чтоб вдохнуть и засветить, Да, чтобы многим ослепить, Своей новой звездой большой. И я продал свой аппарат, Три года лишь гитарерат, Один Господь Бог знает, что творится со мной. Поехали!